Все эти люди, которых я встречаю сегодня, о них уже давно все сказано. Именно по этой причине я вам еще раз повторюсь, что не важно, сколько у меня подписчиков. Я встречаю этого одного человека, он олицетворяет определенную категорию людей. Потому что, встретив их миллион, они будут говорить одно и то же. В этом-то и суть. Все, что тебе хочется сделать, встать и сказать, до свидания. То есть, внятного ответа после этого уже я от людей не слышу. Только то, что они бьют себя в грудь и говорят, что мы дети Божьи, а ты не понятие, откуда пришел. Если посланников посылает только Бог. В исламе говорится, что в конце времен Иисус спустится обратно на землю. Но время пророков закончилось. То в таком случае Иисус спустится как Бог или как Божий посланник. Вы увидите в этих притчах себя. Вы увидите в этих притчах ваших соседей, родственников. Я понял, что бессмысленно объяснять, потому что люди не готовы слушать. Закончился все тем же. Что с чего ты взял, кто ты такой. Вот у нас все это из поклон веков. Наши предки поклонялись, ходили в православные храмы. Понимаешь, а ты приехал тут и говоришь, что мир устроен по-другому. Привет всем. Привет, братья и сестры. Шалом и аслам алейкум. Сегодняшний урок будет посвящен в равной степени как мусульманам, так и христианам. Ну и, соответственно, его будет интересно послушать той одной трети иудеев, которые принимает Иисуса Христа. В сегодняшнем уроке мы затронем такие темы, как пять столпов ислама. Мы еще раз вернемся к теме крещения православного, католического, протестантского. Мы еще раз обсудим доктора Закиры Найка, кто в исламе является большой и важной фигурой. Но в то же самое время является духом Антихриста, духом Даджали. И в этом уроке я вам еще раз поясню и докажу, почему. Но начать я хочу, как обычно, с того, откуда появился, каким образом появился этот урок. Сегодняшний урок появился благодаря людям, благодаря нескольким диалогам моим, да, и встречу с людьми, которые считают себя детьми Божьими, которые считают, что они знают Библию, которые уверены в том, что православие – это Бог, а жизни вечной не существует. Вот такой парадокс. Чего мы начнем? Это с того, что только когда вы поймете, что все то, что происходило две тысячи лет назад, это прообраз всего того, что происходит сегодня, вы поймете, как Иисус Христос относился к вам в то время. Люди православные, да, считают, это как раз та категория людей, о которых Евангелие говорит. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня тогда, потому что я от Бога исшел и пришел сюда. И я не сам от себя пришел, нет, Он послал меня. Вы не понимаете речи моей от того, от того, что не можете слово моего слышать. Вы дети дьявола, Он ваш отец, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он всегда был человеко-убийцей, всегда, от начала, и не устоял в истине, ибо истины нет в нем и не было. Говорить неправду, это совершенно естественно для него, ибо он лжец, и не просто лжец, он отец лжи. И когда я говорю истину, вы поэтому и не можете поверить мне. Кто из вас докажет, обличит меня в грехе? Почему же, когда я говорю истину, вы мне не верите? Кто от Бога, он слушает и слышит слова Божьи? А вы не от Бога, вот потому вы и не хотите меня слушать. Но разве мы не правду говорим, что ты самарянин, и что бес вселился в тебя? Это те люди, которые в три раза окунули в купель и сказали им, все, вам обеспечено Царство Божье. Они повесили на себя крестик и начали делать крестные знамения после этого, что есть печать Бафомета, сатаны. Так вот, от подобных людей, верю в душе, дети православия, ну и не только православия, протестанты, таких тоже достаточно, которые верят в душе. Но мы сейчас с вами обсуждаем вопрос, не верю в душе. То есть, я просто вам напомню, что верю в душе, это не верю. Почему? Вот я вам объясняю. Потому что эти люди говорят о том, я уже слышу это неоднократно, поэтому это немаловажно об этом сказать. Эти люди говорят о том, что над умершими плакать нельзя, потому что они тонут. Они стоят в воде, и они тонут в каком-то там прямом, по их мнению, смысле. И когда этим людям начинаешь говорить, ну, Писание об этом, Священное Писание об этом ничего не говорит, они начинают с тобой спорить. И когда я понимаю, что начинается спор, да, я встаю и ухожу, потому что... Что он говорит? Какой лесный грязный пес! Они стали брать камни, чтобы бросать в него. Бейте его! Его наказать надо, кромольник! Держите! Хватайте его! Убейте его! Куда уделся? Но Иисус скрылся и вышел из храма. Если люди готовы слушать, я вам объясняю. Если они не готовы слушать, Писание учат вставать и уходить. Так вот, эту тему очень важно обсудить, потому что такой бред я слышу неоднократно, уже не впервые. Почему бред? Потому что, я вам объясняю, что о том, что над умершими плакать нельзя, и что они в духовном мире тонут где-то там в чем-то, это бред, это ересь. Которой вас научили гадалки, ведьмы. Ведьмы – это магия. Магия – это религия сатаны, и мы с вами уже это выяснили. И вот когда вы к ним идете, они вам это говорят. То есть, эту информацию я уже потом нарыл на ютюбе. Вот и объясняю, откуда она идет. То есть, люди, работающие на сатану, вы к ним же ходите, вот они вам и объясняют, что где-то там в духовном мире ваши умершие тонут, если вы над ними плачете. Или вы смотрите вот эти битвы экстрасенсов, или что-то прочее еще, которые сидят и втирают вам то, что нельзя плакать над умершими. Но Священное Писание говорит ровно о противоположном. Да, то есть, на эту тему вышел отдельный урок, он называется «Помазание», да, где мы с вами разбираем историю Лазаря, которого Иисус Христос воскресил благодаря слезам родственников и друзей. «Благодаря их слезам, они плакали сильно, очень, и Иисус воскорбел духом и воскресил Лазаря». Да, то есть, нам эту историю прописали в прямом смысле воскрешения. То есть, Иисус в то время, 2000 лет назад, он воскресил Лазаря для того, чтобы у нас история была. Но, в чем смысл, я поясняю в уроке. Посмотрите его обязательно, вы поймете, что есть воскрешение в наши дни сегодня. Только оплакивая людей и прося Господа Бога спасти его душу, что спасение утонувших – дело рук живых, да? Посмотрите урок «Помазание», и вы поймете, что плакать над умершими – это, во-первых, не запрещено Священным Писанием. Писание говорит ровно о противоположном. Ну, во-вторых, даже физически, да, если умирает какой-то ваш родственник, или у вас льется это, понимаете? Это эмоции, которые из вас выходят, они должны выйти. Да, но когда вы идете к сатане в виде гадалок, или битв экстрасенсов, или какой-то прочей пагубной ереси, они вам говорят, что плакать не нужно. Знаете почему? Потому что ему рабы нужны в виде душ ваших родственников. Вот и все. И поверх этого, вот, по-моему, последний диалог, да, помимо вот этой вот ереси о том, что плакать над умершими нельзя, закончился на том, что горлицу они привязывают к каким-то плохим событиям. То есть, где вы берете такие библии? Я бегу в горы вместе с вами, но все, что я знаю о горлице, это жертва, которую приносили люди, не имеющие достаточно средств, чтобы принести барана в жертву, да. Вот они ловили голубей и приносили в жертву, на жертвенник, да, в виде благодарности или покаяния. Где вы ищете связь того, что горлица связана со смертью? Я не знаю. Напишите мне в ваших комментариях, если вы где-то это вычитаете в Библии. Да, и вот эти люди сидят и говорят, что мы знаем Библию, мы знаем Бога, мы с Господом Богом. То есть, это ровно то, о чем говорит книга Евангелия. Если пребудете в слове моем, значит, вы истинно мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Что означает, откройте Священное Писание и прочтите своими глазами то, о чем оно говорит. А не живите приметами и суевериями, а уж тем более не слушайте людей, которые занимаются магией. Это погубит вас. Мы семья Авраамова и никогда не были рабами. То есть, мы православные, у нас не гадают, мы не рабы дьявола, а вы все сектанты. В каком смысле мы будем свободны? Истинно говорю вам. Всякий, кто грешит, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Если сын освободит вас, истинно свободны будете. Здесь речь идет как об освобождении от греха, но и также об освобождении тех, кто сидит в наручниках у сатаны благодаря магии и поклонению идолам. То есть, во времена Моисея это был золотой телец у горы Синай. Сегодня это иконы православия и куклы-статуэтки католицизма. Ношение амулетов в виде креста, включая человеческие традиции, которые предлагают как католики, так и православные. В духовном мире все эти люди находятся в темнице сатаны, в духовном рабстве, где им закрывают как глаза, так и уши. Да, вы семя Авраамова, но хотите убить меня, ибо слово мое не вмещается в вас. Я о том говорю, что у отца моего видел, а вы то делаете, что видели у своего отца. Если бы вы детьми Авраама были, вы бы делали то же, что делал он. Я вам всего лишь сказал истину, которую слышал от Бога, а вы меня убить хотите. Вопрошая мертвых и поклоняясь им, вы убиваете в себе Иисуса, Дух Божий. Конечно же, не осознавая этого, потому что это духовная война. Авраам такого не делал. Вы же делаете то, что ваш отец делал. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Вот, две тысячи лет назад это вот эти люди, да, вот это ваши про-отцы, давайте скажем так, чтобы вы понимали, да. И то, что подобным людям говорил Иисус две тысячи лет назад, вы можете слышать своими ушами. То есть, это не я вам говорю, это Священное Писание вам говорит. То есть, это вот это православие, верующее в душе, которое не знает о Боге ничего, но повесили на себя крест и говорят, что нельзя плакать над умершими, а горлица к смерти. А когда я им сдаю элементарный вопрос, откуда вы это взяли, показывая им, да, либо с Библии я нахожусь, либо в телефоне набираю, что одиннадцатая глава книги Евангелия от Иоанна говорит ровно о противоположном. Они говорят, нет, нет, нет. И переходят на тот тон, после которого, ну, как бы, все, что тебе хочется сделать, встать и сказать, до свидания. То есть, внятного ответа после этого уже я от людей не слышу, да, только то, что они бьют себя в грунт и говорят, что мы дети божьи, а ты не понять, откуда пришел. Ну, как бы, ладно. Также совсем недавно я встретил знакомого, да, в итоге нашего диалога, я выяснил, что он православный. Кстати, а диалог наш начался с того, что он меня спросил, а как твое творчество? Ответив ему, что творчеством я уже давно не занимаюсь, я толкую Библию, он мне ответил на это, ну, да, мне уже сказали, ну, то есть, люди знают, что я делаю, да, по крайней мере, ну, некоторые, кто меня окружает, и не только, да, то есть, слух идет, я это знаю. В народе много толков было о нем. Он добрый человек, говорили одни. Нет, говорили другие, он обольщает народ. Но никто не говорил о нем открыто, потому что они боялись иудеев. И они вокруг и около пытаются выяснить, что происходит, но когда ты начинаешь им говорить истину, они не готовы этого слышать. И не хотят. Он мне говорит, мой Бог, это мои родители. Я ему говорю, ну, родители, это все хорошо, их нужно почитать, а Библия об этом говорит, их нужно уважать, ценить, да. Но они тебе вечной жизни не дадут, говорю я ему. А он мне отвечает, а ее и нет. А на мой вопрос, а зачем тогда ты ходишь в храмы, о которых ты ничего не знаешь и не веришь в это, зачем туда вообще идти? На что он мне отвечает, приходя туда, мне хорошо становится на душе. Да, то есть, по какой причине людям, ходящим в католические православные храмы, хорошо, мы уже выяснили. Это все сатана. Даже если вам хорошо, да, когда вы туда ходите, ну, естественно. А как вас еще на наручники-то посадить? В уроке крестное знамение, да, что там, Бога там нет. Но именно поэтому Священное Писание и говорит, что придут лжехристы и престят многих. Вот они испокон веков и пришли. Это я вам напомнил, да, но когда я его спросил, а зачем ты туда ходишь? Он говорит, мне хорошо. Я ему начал объяснять, что, ну, даже вот крестное знамение, ты понимаешь, что это и печать Бафомета. В духовном мире точка отсчета начинается с положения вашей кисти, да, ваша кисть находится где в данный момент? Внизу. После чего, поднимая ее, вы прикладываете к вашему лобику, к пузику, к правому плечу, к левому плечику, да, а в конце вся эта история завершается тем, что ваша кисть возвращается в исходную позицию. Вот у нас и получилась звездочка. А это и есть печать Бафомета, что есть символ, официальный символ церкви сатаны. В общем, итог нашего диалога с этим оппонентом завершился тем, что тоже я понял, что, ну, бессмысленно объяснять, потому что люди не готовы слушать. Закончился все тем же, да, что с чего ты взял, кто ты такой, вот у нас все это из поклон веков, наши предки поклонялись, ходили в православные храмы, понимаешь, а ты приехал тут и говоришь, что мир устроен по-другому, да, и ответив ему на этот аргумент тем, что я не смогу тебе в двух, в этой случайной встрече объяснить все, о чем мне рассказал Бог за полтора года, да, пройди посмотри, узнай, да, на моем канале, я все подробно рассказываю, у меня времени нет, но это стандартный ответ, да, у людей нет времени, но они, не веруя в вечное царство, не веруя в Бога, ходят в места, о которых они ничего не знают, им там хорошо, да, то есть и о таких людях Евангелие от Иоанна тоже сказала, эй, люди, это же Иисус, сын нашего Иосифа, не так ли? Мы хорошо знаем его отца и бать, а он говорит, он уверяет, что он к нам с небес сошел, от этих слов вновь пошла расприя в народе, эй, он бесноватый, нечистивец, Чего вы слушаете его? Одержимый бесом так не может говорить! И глаза открывать больным он не сможет тоже! Он про руку! Он шел по притвору Соломонову в храме, когда его обступили иудеи. Долго ты будешь держать нас в недоумении? Ты можешь сказать прямо, ты Христос или нет? Я ведь уже говорил, но вы мне не верите. Мы хотим тебя побить не за твои добрые дела, а за твое богохульство! Ты лишь человек, а возомнил себя Богом! Да, то есть, вот это те люди, которые что-то услышали, им интересно, они хотят об этом узнать, но когда ты им начинаешь объяснять, они говорят, кто ты такой, иди отсюда. У нас тут все это испокон веков, а ты вот не понять, что несешь. Когда я вообще выбрал в осадок, было то, что чего вообще Библия нужна, она мне говорит. Это святые люди были, мы им поклоняемся. И тут я понял, что вопрос религии спорит на тему религии. Пару недель назад я встречаю на своей улице друга, с которым мы в детстве общались. Знаю Библию, он мне говорит. Ну и мы переходим опять к иконам. Я ему рассказываю, что ты же в курсе, что Иисус, Бог наш, придет встречать нас. Он говорит, нет, это же просто святой. А Матрона, мать его. Мать. Матрона, мать Иисуса. Это знает. Он говорит, что он знает Библию. Смешного нет вообще ничего-то, я даже не смеюсь уже. Вы понимаете, какая проблема глобальная? А вчера я разговариваю, вот это моя любимая фраза, из поклон веков. Да, поклоняются, ходят в церковь и кланятся Матронам. И Матроны помогают. У мертвых людей, чьи родители из поклона веков поклонялись мертвым, да? Вы просите у них счастье детей, и они вам помогают. Помогают не они вам, не мертвые. Помогает сатана, который работает через эти иконы. Что есть вторая заповедь, не создавай себе идолов и кумиров. Не поклоняйся им. Мы доходим для Иисуса. И она говорит, а сейчас кого мы ждем? Я говорю, в смысле? Второе пришествие Иисуса вы имеете в виду? И она говорит, нет, Дух Святой когда спустится, и здесь у меня челюсть прям. Я понимаю, что люди настолько далеко от истины, да? Вот с этими, опять же, я не хочу никого обижать, никого ни на что не подписываю. Я просто говорю о том, что деньги это сатана. Дальше объяснять ничего не надо. Подробно я рассказываю столы меня. Послушайте вот это. Да? Ну так вот, женщина заявляет о том, что она ждет, они ждут Духа Святого. Дорогие мои, Дух Святой здесь последнее время заканчивается. Услышьте меня. Время благодати подходит к концу. Время благодати это и есть Дух Святой. Все, он уже скоро покинет эту землю. И вот этот проект под названием Земля окончен. А вы все ждете, пока он придет? Я вам еще раз объясняю, что знание ваше, вера в мертвых людей, она вам не поможет. Будь не порочен пред Господом, Богом, твоим. Пред Богом будь не порочен ни пред Матроной, ни пред чудотворцем, ни пред кем там много их висит, ни пред кем из них. Тут сказано пред Богом, будь не порочен. Второзаконник, глава 18. А до того, как поклонялись Матронам, язычество поклонялось всяким деревянным штучкам и солнцу. И тоже из поклон веков. Еще раньше из поклон веков, чем ваши родители. Да? А вот, например, в Египте поклонялись всяким богам ра и шухрам и так далее. Тоже из поклон веков. И в этом их была проблема. А сейчас Бог един и нас спасать перед Иисус Христос. Вот в чем дело. Понимаете, поэтому я и говорю, что поэтому я еще раз скажу, да, то, что я сказал полтора года назад, да, практически уже. Когда я только вернулся в Россию, Отец Небесный только открыл мне Библию, да, это был март 2022 года. Мы все в Священном Писании, мы все в Библии, в Коране, мы все там. Да, то есть, когда вы начнете читать и поймете, что все, что описано в Библии, это происходит сейчас, да, то есть, 2000 лет назад, это прообраз того, что происходит сегодня. Вы увидите в этих притчах себя. Вы увидите в этих притчах ваших соседей, родственников. Вот, чему я вас пришел научить, чтобы вы увидели, что эта книга живая. Истинно вам говорю, принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня, а принимающий меня принимает пославшего. Да, и то есть, все эти люди, которых я встречаю сегодня, о них уже давно все сказано. Именно по этой причине я вам еще раз повторю, что не важно, сколько у меня подписчиков, я встречаю этого одного человека, он олицетворяет определенную категорию людей, потому что, встретив их миллион, они будут говорить одно и то же, в этом-то и суть. И в этом-то и есть большое заблуждение и промах католиков и православных, потому что, приходя в эти храмы, принося детей и младенцев, ну, то есть, толку никакого нет крестить их, да, в уроке крещения мы об этом много говорили, но эти люди, не знающие ничего о Боге, не знающие священного писания, не верующие в это, для чего-то приходят, их там окунают и говорят им, что теперь вы будете иметь жизнь вечную. Это неправда. Это неправда. Вы не будете иметь вечную жизнь только потому, что вас когда-то три раза окунули и назвали это крещением. Это не так. Истинно говорю тебе. «Никто не войдет в Царствие Божие, если не родится от воды и духа. Человек рождается плотью от плоти своих родителей, но духом он рождается от духа». Но пока мы не приняли Иисуса как личного спасителя, пока мы не поняли, что Он Ему за тебя, за то, что ты живешь, Ему вбивали вот эти вот гвозди. Пока ты этого не поймешь, хорошим вином ты не станешь так, как будешь водой. В этом смысл притчи. Царство Небесное усилием берется, изучением, общением, постоянным контактом, соблюдением заповедей веры в Иисуса Христа и ежедневным покаянием во всех своих историях, которых вы сделали, совершили. Вот и все. Я еще раз повторяю, что ну окунули Чикатилу три раза. серийный убийцей Чикатилу. Толку от этого он не перестал быть Чикатилой. Вы понимаете? То же самое происходит в исламе, да, пять столпов ислама. Даже если вы все это исполняете и делаете, это то же самое, как и крещение. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Да, вас окунули, но это это всего лишь символизирует то, что вы готовы и хотите быть с Отцом Небесным, с Аллахом, да, с Господом Богом. Но дальше-то начинается ваша работа отказ от грехов, отказ от ваших увлечений каких-то, которые идут в разрез с Кораном или с Библией. Вы понимаете, от ваших вредных привычек и не только вредных, да, от блуда. Вы понимаете, вот где работа начинается, вот где идет завоевание Царства Небесного, да, и место в нем. Никак, не только потому, что вас окунули. Вот откуда и началось порождение, да, вот этих всех людей, которые считают, что купив крест, отбашляв попам, они уже имеют жизнь вечную. Все. Но это обман, который длится уже две тысячи лет. Да, и та же самая история в исламе, благодаря таким, как Закир Найк. Причина, по которой я принял христианство, у него есть много схожестей с исламом. Насколько я знаю, ислам пришел вместе с пророком Мухаммедом. В христианстве мы тоже верим, что Аллах это единственный бог, которому мы поклоняемся. И также, насколько я знаю, в исламе говорится, что в конце времен Иисус спустится обратно на землю. Мусульмане называют его пророком Иса. В таком случае, что плохого, если я буду следовать христианству? Ведь Иисус все равно спустится обратно на землю, как последний посланник. Принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня. А принимающий меня принимает пославшего меня. Иисус ответил, я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне повелел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Поэтому Аллах вознес Иисуса живым, чтобы во втором пришествии он мог испытать христиан, что он никогда не заявлял о божественности. И когда он придет в конце времен, он не придет в качестве посланника Бога, потому что эпоха посланников закончилась. Эпоха пророков закончилась. И это не шоу с переодеванием. Вот правда, вчера снимал, а сегодня монтирую. И есть что дописать. Братья и сестры, мусульмане, если священный Коран говорит четко, что время пророков закончилось, и пророк Мухаммед был печатью всех посланцев, печатью всех пророков, то в таком случае задайтесь вопросом, кем является Иисус Христос, если посланников посылает только Бог. В исламе говорится, что в конце времен Иисус спустится обратно на землю. Мусульмане называют его пророком Иса. Но время пророков закончилось. Получается, что Иисус Христос приходит сам, а если он приходит сам, то кто он? Священное Писание Библии заканчивается словами, что благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. И Священное Писание Библии говорит о том, что Иисус Христос был посланником до определенного момента. После распятия Он стал нашим Господом Богом. Именно по этой причине я повторю еще раз, что я сказал летом 2022 года, что в исламе посланников больше и не будет. Я христианин, я не мусульманин. И Священное Писание Библия говорит о посланнике, кто будет являться глазом вопиющего в пустыне, кто откроет истину о Боге, напомнит, научит и возвестит будущее о том, что человечеству осталось 7 лет. Вы понимаете, какая идет игра, говоря языком геймеров, которые считают, что религия это опиум для народа. Все это старые ненужные книжки. Вы понимаете, глобальность вообще всего. А кресты уже сломаны и свинья уже заколота. Об этом вы услышите дальше. В духовном мире это все уже произошло еще год назад, как только я это засвидетельствовал в уроке дыхания ИСы. Теперь только вопрос в людях. Проснутся ли они? Поймут ли они? Выйдут ли они от блудницы, что есть католичество и православие? Вот в чем вопрос. Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков, то есть последний из пророков. Аллах знает о всякой вещи. После пророка Мухаммада больше никто не придет с новым пророчеством. Когда Иисус мир ему спустится. И все же, уважаемый Закир Найк, если в исламе повторное возвращение пророка Иссы это один из первых признаков судного дня, то в таком случае Иисус спустится как Бог или как Божий посланник, время которых вышло 14 веков назад по Корану. Он не придет с новым пророчеством. Большое знамение, да, это повторное возвращение пророка Иссы, кем являюсь я. То есть он говорит через меня. Это один из признаков. Один из признаков судного дня. То есть это не последний как у христиан. Да, у христиан это все, Иисус второе пришествие и физическое существование человечества подошло к концу, завершилось. А у мусульман это один из признаков, да, что важно понять. Но когда он придет, он сломает крест, убьет антихриста и убьет свинье. Как об этом было сказано в хадисе. Аиса придет сломать крест и заколоть свинью. Сломать крест это означает то, что я делаю с января. Заявляя христианам, что это все сатана. Даже если вам хорошо, когда вы туда ходите, ну естественно. А как вас еще на наручники-то посадить? В уроке крестное знамение, да, что там, Бога там нет. Друзья мои, если вы так и будете молиться на иконы и вешать себе кресты, вы будете судимы по делам. Вместо того, чтобы быть несудимым и попасть на высшую ступень рая. Вот это называется ломать крест. То есть, опять же, для тех, кто смеется над тем, что я говорю, я еще раз повторяю, ну как бы вы что себе представляли? То есть, ну понятно, что Аиса там с ангелами так спускается, да, потом он что делает? Приезжает в Россию из там, из мусульманских стран и лезет на церкви, на купола, начинает срывать кресты и ломать их. Ну представьте себе эту картину. Иса придет сюда ломать кресты и колоть свинью. Ну то есть, он будет бегать свиней тут пороть, по-вашему. Да, то есть, ну как бы понимаете, что смешного мало. Смешного вообще ничего. Когда я вам пытаюсь объяснить, что означает ломать крест, вы ржете надо мной. Когда я говорю, что означает заколоть свинью, вы ржете надо мной. Аллах пошлет благой ветер, который будет хватать людей под мышками и забирать с собой души всех правоверных и всех мусульман. Останутся только самые скверные люди, которые будут возбуждены подобно ослам. При них и наступит судный час. А здесь как раз опять же о местах в раю. Те две группы людей, одна, которая будет с Аисой, все, что вам нужно сделать, вы понимаете, что не нужно паковать рюкзаки и в поход мы с вами не идем. Здесь речь ровно о том, что вы поняли и начинаете рассказывать своим братьям, сестрам и вообще всем мусульманам. Вот это и есть выступить в поход с Аисой. Как вы понимаете, что в Индию лететь мне не нужно. Опять же, с кулечком еды, чтобы заколоть там поросенка. Речь о том, что в Индии кабан спасает землю. И как вы можете видеть, с 15-го года прошло 7 лет. Господь в Араха так и не пришел. Именно по этой причине и должен состояться поход в Индию, чтобы сообщить людям, что Аис и Ибн Марием просил передать, что никакого кабана не будет, а суд над живыми уже начался. И как вы понимаете, в Индии будет ровно то же самое. Кто-то поймет, что Господь в Араха не придет никогда, раскается и примет Иисуса Христа как собственного спасителя, благодаря чему будет спасен. А кто-то также будет говорить, что я наркоман, дебил и придурок. Когда же придет он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Здесь он не говорил, что я вернусь и буду наставлять вас на истину. Но он сказал, что после него придет Дух Истины, Пророк Мухаммад, мир ему, и наставит вас на истинный путь. И он будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Поэтому здесь ясно говорится, что последний посланник это Мухаммад, мир ему, а не Иисус, мир ему. Хотел бы ты произнести и шахаду на арабском. Да, я готов. Стал мусульманином. Я буду молиться Аллаху, чтобы он наградил тебя раем. Каждый отвечает за себя. Это прекрасно, что он принял ислам, пришел к Господу Богу. Но этого недостаточно. А почему Закир Найк есть Дух Даджжали, Даджжаль, помимо урока Даджжаль? Ну, посмотрите, что он говорит. Когда-то я выступил с докладом «Библия и Коран в свете науки». И я доказал, что в Библии очень много научных ошибок. Закир Найк. Его миссия закончилась. Заканчивается, да, таким образом, потому что он, шлепая по Библии, говорит о том, что все это ерунда. А теперь послушайте, о чем говорит Коран. Мы уверовали в Аллаха, кто есть Бог Единый, и в то, что было неиспоснано Ибрахиму, то есть Аврааму. А как мы знаем, иудаизм, христианство и ислам это авраамические религии. И в то, что было дано Мусе, то есть Моисей, и Исек, то есть Иисус Христос, и пророкам, их Господом, мы не делаем разницы между ними и только Ему поклоняемся. Из чего мы делаем какой вывод? Такой, что неважно в какой ты религии. Будь ты христианин, христианин или мусульманин. Неважно, потому что нет разницы между пророками и писаниями. Неважно, какую религию ты примешь, метнешься ты из ислама в христианство или из христианства в ислам. Для Бога нет разницы. Он един. Даджаль будет заявлять, что он Бог. Ближе к концу не будут верить говорящему правду и будут верить лжецу. Я пришел сюда сказать, что и Коран, и ислам, и христианство, и Библия это братья одной семьи. Мы одно и у нас враг один. Я говорю, что это неправильно, когда человек, который говорит, что он от Бога, утверждает то, что Библию надо жечь, что это неправильно, что все это ерунда. Закер Найк это говорит практически в каждом своем видео. Я бросаю тебе вызов. Согласно христианским источникам, первый перевод Библии был сделан в 10 веке, что означает, что христианские ученые не сделали домашнего задания. Он антихрист. Да, и еще раз, об этом я сказал в уроке о предостерегающей увещеватель. Почему все читают только эти строки? Он сказал, что после него придет дух истины, пророк Мухаммад мир ему, и наставит вас на истинный путь, и он будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Поэтому здесь ясно говорится, что последний посланник это Мухаммад мир ему, а не Иисус мир ему. Да, но почему все пропускают строки, которые рядом? Я многое должен вам сказать, но теперь вы не вместите всего. Когда же придет дух, открывающий истину о Боге, он наставит вас на истину. Он будет говорить не от себя, а скажет, что услышит, и возвестит вам будущее. Он прославит меня, потому что возвестит вам мои слова. Все, что имеет Отец мой, есть мое. Дух придет прославляйте Иисуса Христа, не так ли? Из чего мы делаем вывод? Это очевидно, то, что это никак не может быть Мохаммед. Просыпайтесь, друзья мои, просыпайтесь, братья и сестры, времени остается все меньше и меньше. В середине 2026 года временно покоение выходит, у нас появляются Яджуди и Маджуч. Грядет ночь, грядет тяжелое, страшное, темное время. И никакие иконы, кресты, мощи, и что бы там ни было, плащаницы, ничего вас это не спасет, это вас наоборот будет убивать. Выходите из православия, выходите из католицизма, прекращайте поклоняться мертвым и вопрошать их. Бог есть Дух, Бог у нас у всех един, провайдеры разные, а Бог един и спасение только через Христа, только. Я молю об этом Отца Небесного, чтобы ваши глаза открылись, начали просыпаться, спасали себя, своих родственников и не только. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok